Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет небольшой информационный ролик, в котором я вам расскажу о последних новостях новой оболочки HyperOS и того, что по ней стоит ожидать. Так что присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Компания Xiaomi продолжает улучшение своей новой старой оболочки, которая от смены названия смысла не потеряет. Новые обновления выходят не слишком часто, фишки внедряют не особо охотно, да и вообще в целом весь хайп по этой оболочке HyperOS начал утихать. Но вот появляются интересные новости. Какой может стать HyperOS 2.0? Ведь разработчики уже собрали достаточно материала через обратную связь с пользователями и готовы это реализовать в новой версии HyperOS. Что же нас может ожидать в обновленной версии оболочки от Xiaomi? Самое первое и основное это улучшение в анимации. В каких-то моментах сейчас на HyperOS есть подлагивание и подвисание, но это наблюдается не на всех смартфонах, потому главная задача у разрабов устранить данную проблему. Не думаю, что чудо стоит ожидать на всех аппаратах, что к примеру добавятся анимации выхода из приложений, но в каких-то сценариях использования действительно станет лучше. Далее нам обещают добавить новые локации для супер обоев. Судя из утечек, это будут локации для пустыни и океана. И примерно вид нового раздела уже также есть. За что спасибо ребятам из Mi Tech Talks, они первыми показали этот дизайн. Помимо новых локаций стоит ожидать и новый интерфейс приложения камера. На сегодня лишь немногие аппараты могут похвастаться большим обилем функций и новым интерфейсом в камере. Но с переходом на HyperOS 2.0 их станет больше. Конечно же разработчики обновят их HyperMind. Это искусственный интеллект в системе, который анализирует стиль использования устройств умного дома и превентивно их активирует. Данную фишку также планирую дополнительно осветить на примере Xiaomi 14 в будущих видео. Это конечно же отлично, но чего еще стоит ожидать? Конечно же переход для флагманов компании на новый Android 15. Хоть конечно многих фишек и не увидите из-за оболочки Xiaomi, все же новая версия будет добавлять некой уверенности. Также судя из последних утечек, изменения получит и центр управления. Сейчас он больше схож с тем, что есть в iOS. Но разработчики не планируют останавливаться на достигнутом и в скором времени, как я думаю, смогут слить первые концепты будущей шторки. Но и по мелочам стоит ожидать новый эффект суммирования уведомлений на экране блокировки, новый эффект наложения виджетов на главном экране, а также более расширенные настройки для Always On Display. Как вы видите, список изменений уже постепенно формируется. Из перечисленного в сегодняшнем видео меня лично заинтересовали новые локации супер обоев, улучшение анимации и новый центр управления. Ну а так, к моменту выхода этого обновления, все еще может поменяться и много чего добавится. На что вы думаете по этому поводу? Пишите свое мнение в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.